Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новые тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу к Фасмиллеру. Это отличная группа с недорогой прокачкой. Гораздо проще заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролёт безвылазно фармить. Прокачка доступна как для пользователей ПК, так и для пользователей PS4, а ещё PS5. В общем, ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами мужик, и это вторая часть похождений старшего брата парня, который ищет своего брата, развивается и помогает другим игрокам в GTA Online. Первое, с чего хотелось начать видео, это сообщение от правительства штата, которое выплатило мужику 500 тысяч долларов за подключение двухфакторной аутентификации. Проще говоря, мужик зарегистрировался на госуслугах Лос-Сантоса, чтобы отвести от себя подозрения, если они вдруг появятся. Далее он начал свои приключения с похода в автоклуб. При входе достиг третьего уровня репутации среди стритрейсеров, и ему выплатили 5000 долларов из фонда помощи молодым стритрейсерам. Затем выехал на машине с подиума на тестовую трассу, и проехал её, ещё подняв свою репутацию. Поскольку мужику заплатили нехилую сумму, он принялся её тратить на недвижимость первой необходимости. Для начала, мотоклуб. Вообще, в последнее время очень трудно найти туристические визы, которые не предлагают в качестве бонуса конфискованное имущество. Вот и мужику с такой визой повезло, поскольку мотоклуб в пустыне ему можно было забрать бесплатно. Мужик его заберёт, чтобы показать, почему такие клубы ему не нравятся, но об этом чуть позже. Название клуба не завуалированное, клуб мужика. Оружейный шкаф ему не нужен, мастерская за 500 тысяч долларов тем более. Теперь нужно купить гараж на 10 парковочных мест, поскольку мотоциклы куда ставить место есть, а вот машины нет. Мужик хотел купить этот гараж, поскольку он ближе всего к автомастерской, но обнаружил, что рядом раздают гараж, которым владел парень. Этот гараж необходимо исследовать, чтобы найти какие-то зацепки о том, где нужно искать своего младшего брата. А вообще потом мужик тоже поменяет этот гараж на другой. После всех необходимых покупок наш герой отправился в казино. На прошлой неделе на подиуме разыгрывался спорткар Obey Tailgater S, но в этот день ему выпали 40 тысяч долларов. Столько же, сколько в прошлый раз. Неплохо. Мужик забрал тысячу фишек в кассе и закинул 40 тысяч себе на счёт. Далее ему необходимо было купить мотоцикл, чтобы можно было проходить испытания на время. Парень писал, что неплохо справляется на Динка Акума, но Акума не имеет возможности вставать на заднее колесо, а Бати 801 может. Так что герой купил именно этот мотоцикл. После покупки он заехал в мастерскую возле аэропорта, где по выходным подрабатывает итальянец Хао, который посмотрел на уровень лояльности мужика и сказал, что на данный момент никак модифицировать байк он не сможет. Ни улучшенные тормоза, ни двигатель, ни трансмиссию, ни турбонаддув поставить на технику пока нельзя. Ну, хоть цвет можно поменять и на том спасибо. Хао по секрету сказал, что если мужик хочет обойти ограничения с лояльностью, ему нужно купить автомастерскую. Там и модифицировать транспорт дешевле, и все заблокированные улучшения доступны сразу. Так что наш герой решил копить деньги на неё, на автомастерскую. Мужик попробовал пройти испытание на время арена Мейсбанк на стоковом Пегасе 801, но не будем лукавить, в стоке этот трек можно не спеша проехать, но не уложиться в отведённое время. Как известно, данные испытания проходятся только на личном транспорте, да ещё и на обычном, без ускорителей, прыжков и режима полёта. Но также, если какой-то богатый гражданин будет раздавать прокачанную технику налево и направо, ей тоже можно воспользоваться для прохождения испытания. Так что, если встретите такого гражданина в сессии, попросите у него не денег, а какой-нибудь быстрый прокачанный байк. Прежде чем пройти испытание, мужик потерпел пару поражений. Но, благодаря Нагасаки Шиноби, всё-таки преодолел этот участок с запасом в 7 секунд. За это ему заплатили 101 тысячи долларов. Первые серьёзные деньги в онлайне, если не считать регистрации на госуслугах. Пока мужик пытался пройти испытание, он познакомился с другим офигенным человеком, который дал пару советов по особенности работы на седле. Затем они добрались до места, куда вынесло обломки корабля в этот день. Лёгкие 20 тысяч долларов моментально отправились на счёт. А теперь возвращаемся к мотоклубам. Не все знают, но у них есть два вида планировки. Одноэтажный, где всё располагается на первом этаже, больше напоминает общагу с общей кухней и туалетом. И двухэтажный, где помещения разделены, а сама планировка помещений более квадратная, в отличие от прямоугольной в первом случае. Ну и второй этаж, он более уютный и располагающий к отдыху с друзьями. Ещё одно отличие, это фрески, то есть росписи на стенах. Такие вы найдёте в одноэтажном мотоклубе, а такие в двухэтажном. Лично мужику больше импонирует второй вариант, так что наш герой поменял свой бесплатный мотоклуб на двухэтажный за 225 тысяч долларов. Находится он там же в пустыне. Чтобы понять, какие мотоклубы имеют один этаж, а какие два, посмотрите на их фотографии снаружи. В этом навряд ли уместится второй этаж. Разобравшись с мотоклубами, мужик отправился в казино. Здесь по-прежнему разыгрывается Bay Tailgater S. Колесо было занято другим клиентом, которого обобрали до последней футболки за соседним столом. И он надеялся хоть как-то возместить убытки. И снова произошёл баг. Судя по звукам, колесо крутится, а вот если на него смотреть, то стоит на месте. Непонятно, что выиграл этот бедолага, но от радости он не прыгает. Значит, что-то незначительное. Пришла очередь мужика. Ему повезло больше. Выиграл 7500 очков лояльности граждан США. И его уровень повысился с 8 до 10. Забрал 1000 фишек в кассе и отправился в автоклуб. Знаменательный момент. Это первый заезд мужика на личном транспорте. Он повысил репутацию за вход и за въезд на тестовый трек. Ещё 5000 долларов из фонда помощи молодым стритрейсерам выплатили мужику. Далее он проехал тестовый трек и выехал на нём на машине с подиума автоклуба. Достиг 6 уровня репутации и заработал ещё 5000 долларов. И последнее, что он сделал, это поменял номерной знак на своём мотоцикле. Благо на 801, в отличие от Акумы, этот знак и есть. Уровень почти достиг 7. Деньги отправились на счёт в банки. Следующей целью его было заполучить машину с эвакуатора автоклуба. На той неделе это был классический спорткар Гротти Туризма Классик. Здесь же, в автоклубе, он встретил другого игрока, которому требовалась помощь. Поскольку по условиям контракта необходимо было занять первое место в семи гонках, мужик помог игроку финишировать первым. Больших проблем с наличием нежелательных игроков у них не было. В основном в гонке они были вдвоём, но один раз всё-таки попали в полное лобби игроков. Чтобы этого избежать, нужно запускать гонки и сессии по приглашениям. Герои же делали это из обычной сессии. Ну так вот, 8 игроков в полное лобби. Попробуйте угадать, кто здесь читер. Время на принятие решения прошло. Теперь смотрим правильный ответ. Это игрок ЦН Ванг Фэй. Как показала практика, Шидзу Хакучоу Драк на этих треках чуть быстрее, чем машины из обновления тюнеры. Если бы у мужика был прокачанный калико, а не стоковый, он бы попробовал догнать этого честного игрока. А так только второе место. Ну а вообще, наши герои победили в семи гонках, и пришло время забирать премиальный транспорт. Это, конечно, не Вапитер, это не Марк 2, имба среди классических спорткаров, но машина очень приближённая к ней. Осталось только купить автосервис, чтобы можно было её полностью модифицировать, и на первое время пойдёт. Ну а вообще, за все гонки мужик заработал 51,5 тысячу долларов, и поднял уровень репутации до 11-го. Деньги он закинул себе на счёт. Далее, его новый друг посоветовал взять с ящика для инструментов флешку Мудимана. За неё дают немного опыта. Да и сам Мудиман был в автоклубе в тот день, и любовался спортивной классикой. У мужика было к нему несколько вопросов касательно своего брата, но здесь полно свидетелей. Так что этот разговор он оставил на потом. Если вы видите в автоклубе Кей-Диджея, то значит где-то рядом должен стоять его белый бравада Hellfire. В багажнике лежит ещё одна флешка, которая даёт немного опыта и доступ к новой музыке. Потом выяснилось, что друг выиграл не в семи гонках, а только в шести, и пришлось запускать ещё одну. Далее герои отправились по координатам обломков корабля, которые вынесло на берег. Подобрав его, мужик обогатился ещё на 20 тысяч и поднял уровень лояльности граждан Америки до 13-го. Всё своё наличное добро он закинул на счёт в банки. Ну и собственно, Гротти Туризма Классик. Машина, которая даже спустя десятилетия выглядит лучше, чем то, что сейчас выпускают с конвейера некоторые автопроизводители. Да и едет она не хуже, причём в стоке. Но всё-таки автомастерскую нужно будет прикупить. От регулярной езды у мужика повысился опыт вождения наземной техники. На следующий день мужик снова наведался в автоклуб. Поднял уровень репутации до 12-го и проделал стандартные процедуры. Выехал на личном транспорте на тестовый круг и проехал его. Забрал ещё 5 тысяч из фонда помощи молодым стритрейсерам и 13-й уровень репутации автоклуба. Заменил номера в автомастерской и выехал на трек на машине с подиума. Кстати, ещё один баг. Если заезжать в автоклуб задом, то в катсцене машина всё равно поднимается передом. Видимо, успевает развернуться за долю секунды. Ну или разработчики не подумали о том, что игроки будут заезжать сюда задом. Далее мужик начал поиски своего младшего брата. Первым делом он отправился в лётную школу, поскольку именно отсюда его брат начал развиваться в США. После 40 минут обучения он прошёл все задания и получил лицензию пилота, хотя она ему и не нужна особо. На серебро он сдал только экзамен по сбору флажков. Не хватило 11 секунд до золота. Причина – пару раз пролетал мимо флажков. Но мужика интересует не золото, а опыт, повышающий лояльность граждан Америки и личная аудиенция директора лётной школы. Он по совместительству инструктор, который всё обучение унижал мужика. Наш герой поинтересовался, говорил ли парень о своих дальнейших планах и не оставлял ли он каких-то контактов. Но директор был неуклонен. Он заявил, что они не разглашают информацию о курсантах и, что хуже мужика, обучение прошёл лишь парень, который, по мнению директора, был полным недоумком. В принципе, все формальности были соблюдены, так что мужик доходчиво объяснил директору, что его брата обижать и не стоит. За время обучения мужик заработал в лётной школе почти 229 тысяч долларов, благодаря гибкой системе мотивации курсантов. Деньги отправились на счёт в банки, который уже составляет 813 тысяч долларов. Перемещаясь по городу, ему поступило предложение поучаствовать в бизнес-схватке. Мужик, само собой, согласился. К тому же, желающих больше не было. Организатор схватки предложил ограбить авианосец, сбросивший якорь недалеко от порта Лос-Сантоса. Чтобы до него добраться, были предоставлены надувные лодки. Мужик немного переживал, что его лицо могут запомнить, но нашёл под лодкой кислородную маску, так что проблема с анонимностью решилась сама собой. Далее он начал расчищать себе путь к богатствам и славе. Но, к сожалению, военных было слишком много, а времени катастрофически мало. И, ожидаемо, мужик не успел ни то, что доставить важный груз, даже покинуть авианосец не получилось. Поскольку приобретённый в прошлом опыт зачистки помещений заставлял его двигаться медленно. В итоге, когда время закончилось, анонимный организатор налёта переправил мужика на берег, заплатив ему 2500 за неудачную попытку. Спустя пару минут его недавний друг, который называет себя Конор, попросил помощи в прикрытии побега, где группу налётчиков необходимо было вытащить из федерального хранилища. Мужик буквально с утра получил лицензию пилота, так что штурвал вертолёта являлся продолжением его руки. В промзоне герои выбрали транспорт, весёлый и невесёлый, доехали до федерального хранилища и забрали команду налётчиков. Но сразу же что-то пошло не так. Под действием адреналина, один из грабителей сдвинул фургон к стене и сел в боковую дверь, тем самым ограничив доступ своей команде. К счастью, водила оказался смышлёным и переставил фургон в другое место. Ну а дальше мужик по максимуму старался помочь своему напарнику. В общем, отработал свои деньги в полном объёме. А заработал он, к слову, почти 28 тысяч и 17 уровень лояльности жителей Америки. Это дело неплохо бы закусить какими-нибудь фруктиками. Продолжив подрабатывать телохранителем своего друга, герои отправились на скотобоню, где по сообщению анонимного информатора происходила стычка двух банд. Во всей этой неразберихе герои нашли сумки с оружием и покинули зону поиска. Доставив обе сумки в ночной клуб шефа, на которого работал мужик, он по договору, который не читал, отдал шефу 100% от выплаты за эту работу. Потому что так поступают партнёры. Не сказать, чтобы мужик расстроился, но был приятно удивлён. Уже находясь в машине, он получил просьбу о помощи от другого игрока. Снова Human Labs. Но на этот раз уже финальное ограбление. Мужик постучался в дверь, и ему открыла девушка в домашнем халатике. Неплохое начало. Хотя бы не закидывают в комнату, как в прошлый раз. Хотя в этот раз чуть не пришибли дверь у какого-то деда. А дальше произошло доброе дело. Девушка, которая по совместительству хост, всем участникам распределила равные проценты от куша. Потому что так поступают партнёры. А дальше мужику начали проводить быстрый курс алфавита и таблицы умножения. Показывать, где умывальник и как бачок в унитазе сливать. К сожалению, пропустить этот урок начальных классов нельзя. Так что двум девчулям и деду пришлось ждать мужика. Все распределились по ролям. Мужику досталась роль пилота, поскольку утром он получил корочки. Прежде чем приступить к выполнению, команда прошла брифинг от агента 14 и попутно прокатилась по ночному серпантину. Кстати, стоковый гроти Туризма Классик едет не хуже, чем топовые суперкары. Но ближе к концу маршрута мужик всё равно оказался последним. Но ничего, он пилот, без него не улетят. В общем, все в вертолёте и уже находятся на нужной высоте. Дед и его внучка пошли на разведку, а мужик и девица в халатике остались одни, ночью. Да ещё и на такой высоте, где им никто не помешает. Мужик сразу понял, что девица к нему неровно дышит. Но оказалось, что это от волнения, потому что к ним приближались охранники Human Labs. Пока мужик разворачивал вертолёт носом к врагам, девица прицельно поливала их из своего ствола. Дед с внучкой уже и поплавать успели, и пускали в воздух сигнальные ракеты, чтобы мужик их заметил и подобрал. Он немного тупанул и не сразу сообразил, что они уже на пляже. Всё-таки в первый раз проходит ограбление. После того, как вся команда оказалась на борту, дед, внучка, мужик и девица с трёх стволов и одного пилота от бога отбились от всех преследователей и добрались до места встречи с бабой, которая, цокая каблучками, смогла уйти в прошлый раз из зацепления. У неё, кстати, новый лысый телохранитель, на этот раз афроамериканец. Баба показала команде гранату, и все попятились назад. Все, кроме мужика. Он в прошлом ни одну гранату пережил, так что у него к ним иммунитет. Девица бросила снаряд в вертолёт, и весь отряд Дамблдора эпично завершил задание. Мужик заработал 135 тысяч долларов. Элитные испытания не выполнил, и ещё сверху получил 100 тысяч за то, что у него это в первый раз. Уровень лояльности граждан Америки повысился до 18-го. Весь отряд отметил это дело вместе с барменшей, она, видимо, тоже в деле. Ну а дальше мужику начали сыпаться бонусы за повышение уровня лояльности, и на них можно смотреть вечно. После того, как деньги отправились на счёт, он стал семизначным. Мужик только что пополнил список миллионеров Лос-Антоса. Когда наш герой пошёл к выходу из клуба, одна из заочниц опрометчиво выронила пару слов в его адрес. Чё ты сказала? Мужик только что стал миллионером, а ты ему чмо нищие. Как в этом клубе нанести черепно-мозговую? К сожалению, находясь внутри, никак. Далее будет нецензурная лексика, уверите от экранов детей. У тебя старая прошмандовка, через 10 лет сиськи обвиснут так, что ты не то что стриптист танцевать не сможешь, тебя даже в сутенёры не возьмут. Максимум, что ты сможешь, это своими бидонами барную стойку протирать от пыли, если раньше от венерологии не загнёшься. Обычно мужик по-другому решает такие вопросы, но ей, можно сказать, ещё повезло. Отделалась лёгким сеансом чтения судьбы. Далее мужику пришла СМС о помощи. Просили украсть с аэродромом Аккензи самолёт, чтобы использовать его для романтических прогулок. Все выбрали соответствующее снаряжение и отправились к аэродрому. Пока мужик ехал до туда, другой игрок уже выиграл самолёт из ангара. Пока мужик продолжал ехать до аэродрома, другой игрок уже доставил самолёт. Ну и когда мужик подъезжал к аэродрому, другой игрок вернулся туда и почти уже всех зачистил. Хорошо, хоть мужику оставил немного охранников пострелять. Ну и когда оставшиеся охранники на последней машине бросились в бега, другой игрок с ними тоже быстро разобрался. Подготовительное задание выполнено и лёгкие 7600 долларов выплачены. Они сразу отправились на счёт. В городе проходит ярмарка автошкол, которые устроили конкурс на самое длительное вождение автомобиля задом. Ну и без аварий, само собой. Мужик решил принять участие. Он не стал особо заморачиваться и просто катался задом по кольцу вблизи аэропорта. Достигнув второго места, он начал приближаться к лидеру. Тем более тот во что-то влетел и его счётчик остановился. И когда до первого места оставались считанные минуты, какая-то непреодолимая сила выкинула мужика из тачки. Конкуренции одним словом. Потому что так поступают партнёры. Он уже повторно преодолел то же расстояние, но в последний момент вписался в другую машину. Больше в этом конкурсе он не участвовал. По окончанию таймера он был третьим и заработал 5450 долларов. Потом он решил посидеть на крыше автоклуба и немного отдохнуть. Но ему очень быстро пришло приглашение на противоборство эвакуации, за которое на той неделе платили тройные выплаты. Давно хотелось посмотреть, что это такое. Летел самолёт, его сбили, цель выжила, но её хотят ликвидировать. Есть три команды. Телохранители, которые цель спасают, киллеры, которые цель убивают, и цель, которая просто должна не сдохнуть. У телохранителей есть прикольная анимация поиска по координатам, которую мужик раньше не видел. Чем ближе к цели, тем координаты более одинаковые. Стреляют тут резиновыми пулями и бросаются резиновыми гранатами с имитацией огня. Медики могут воскрешать только три раза, потом всё, скамейка запасных. У Снупдога тоже есть пистолет, которым умеют пользоваться все, кто вырос в гетто. В общем, в первом раунде победили киллеры. Во втором тоже киллеры, только ими были уже Мужик и Снупдог. Телохранитель пал первым, как и должно быть в их работе. А цель поехала прочь на все свои 300 лошадей. Мужик понял, что она сейчас уйдёт, и принёсся стрелять по колёсам. С дробовика трудно было не попасть. После того, как цель потеряла мотоцикл, она недолго прожила, прежде чем потерять голову. В третьем раунде Мужик снова был телохранителем, но вот киллеры, то ли по своей воле, то ли нет, стали играть максимально нечестно, как это обычно бывает в Лассантосе. Дожидаться окончания раунда, и в целом матча Мужик не стал. За два раунда он и так заработал 23 с половиной тысячи долларов. Интересное противоборство, но даже при тройных выплатах в него играют единицы, хотя оно рассчитано на гораздо большее число людей. А вообще, Мужик долго не тренировался и не кушал, а оттого заметно потерял в физической форме. Ему нужно немного восстановить свою выносливость. Для этого отлично подходит бег. Он прикупил в магазине соответствующий спортивный костюм и поставил себе цель, докуда нужно добежать. А почему бы не до портовой зоны, до самой южной части суши? Метка поставлена, можно начинать пробежку. Там, где дорога не сильно широкая, бежим всегда навстречу потоку. Так мы увидим все машины, которые могут представлять опасность. Например, тралл с негабаритным по ширине грузом, типа ковша от экскаватора, который приложит нас по затылку, если мы будем идти по направлению движения. А против направления сможем заблаговременно его увидеть и вовремя отойти. Хотя и в этом случае от дебилов на дороге никто не застрахован. Поэтому бегаем всегда в парках, а не вдоль дороги. Потому что, как убедился мужик, дебилов в Лос-Антосе более чем хватает. Этот имбецил еще и вышел посмотреть. К счастью, мужик оказался крепкий. Экипаж скоро его откачал и поставил на ноги. Но рекомендовал постельный режим. Но цель есть цель. Так что мужик начал свою тренировку. Продолжение следует... Бежал он весь вечер и всю ночь. И только к утру добрался до импровизированного финиша в портовой зоне. На этом бы хотелось закончить вторую серию. И остаться любоваться прекрасным видом, неизменным до самого горизонта. А у меня на этом все. С вами был мужик. До новых встреч. Пока-пока. Следующие серии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok